И еще несколько цифр. К осенне-зимнему периоду объекты жилищно-коммунального хозяйства готовы на 84%. Всего на работы по подготовке к холодам в этом году будет направлено более 6 миллиардов рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Такие цифры назвал на еженедельном совещании у главы Чувашии, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Олег Марков. О проблемах подготовки к зимнему отопительному сезону и их решении в нашем репортаже. К 15 сентября все объекты жилищно-коммунальной сферы будут готовы, заверил министр. Сейчас прошли опрессовку 92% тепловых и водопроводных сетей. Почти столько же ветхих заменили. Создан запас топлива. В Комсомольском, Цивильском, Шамушинском, Ядовских районах, город Новочебоксарский и Канаж готовность составляет более 90%. В двух муниципалитетах готовность составляет менее 70%. Это в Чебоксарском районе и в Урнарском районе. Но здесь есть объективные причины. Объекты будут подготовлены своевременно и в срок. Почти наполовину за лето сократилась задолженность предприятий жилищно-коммунального сектора «Загаз» на 26% за тепло. По городу Шумерли, в принципе, с помощью республиканского бюджета сегодня покажена задолженность в сумме 60 миллионов рублей. На сегодняшний день задолженность за потребленный природный газ составляет 54 миллиона. Тенденции снижения есть. Главный государственный жилищный инспектор Чувашской республики Иван Никитин рассказал, что ситуация в Шумерли опасений не вызывает. Работа по подготовке к зиме там идет в рабочем порядке. Всего за лето госжилинспекция провела более 200 проверок. Выявила немало фактов срывов сроков выполнения ремонта. Получила более 100 звонков из ночи Боксарска о текущих крышах. Хотя в докладе представителя города «Спутника» все было более-менее гладко. Более 100 домов сегодня имеют протечки крови. Однако, вот этот вопрос, он не только государственные жилищные инспекции, но население вызывает большие опасения. Игорь Борисович, вы знаете адреса этих домов? Да, знаем. И вот я еще раз говорю, 5 домов мы включили в программу 50 на 50. И это, которые имеют достаточно серьезные проблемы с кровлей. А все остальные дома мы в рабочем порядке решаем. А почему затянули? Сезон-то уже практически, можно сказать, почти что прошел. Ну, есть проблемы по конкурсной процедуре, потом с собственниками пока определялись. Нет, 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 вот ты, Игорь Борисович, вот это нельзя так говорить. Есть весна, да, до мая месяца конкурсы надо все проводить. В мае месяце надо начинать работать. Каждый человек, который отвечает за эту сферу, на каждом участке должен нести свою ответственность, выполняя свои прямые функциональные обязанности. Люди, в конечном итоге, должны получить свое время на тепло и горячую воду, и все остальные блага. Руководитель госслужбы занятости населения рассказал, что в 2013 году удалось снизить количество безработных на 13%. Более 4,5 тысяч человек сейчас зарегистрированы в центрах занятости, при том, что вакансии от работодателей более 20 тысяч. По уровню регистрируемой безработицы Чуваша на третьем месте в ПФО. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.